Научить детей жизни и самостоятельности – это главная задача, которую ставят перед собой большинство педагогов. В Мариил подвели итоги конкурса «Преподаватель года». Лучших среди учителей в сфере культуры оказалось семеро. Каждый из них достиг определенных высот в работе. Заслужили любовь и уважение своих учеников. Это преподаватели детских школ искусств Ешкаралы, Марков, Нового Тарьяла и Колледжа культуры и искусств имени Палантая. С одним из победителей, преподавателем живописи, познакомилась наша съемочная группа. Без прямых углов работаем. Здесь прямой угол, да, работает. Еще один прямой угол, еще один прямой угол. Видно? Лучше все-таки мягкое расположение. Каждый урок у Натальи Елькиной проходит непринужденно. Ученики воодушевленно слушают и каждый ее совет применяют на деле. Наталья Георгиевна с юными художниками работают около 25 лет. В свое время сама училась рисовать и творить в школе искусств. А наблюдая за педагогами, решила стать учителем. Наталья Елькина – одаренный художник-график. Ответ на вопрос, чему она учит детей, натолкнул на размышления. Я пытаюсь научить их жить интересно. Чтобы им было интересно. И не важно, будут они художниками или нет. Мир, тот, который есть сейчас, меня не очень устраивает. А дети приходят, мы как педагоги, мамы, папы, смотрим им в глаза, обещаем, что жизнь будет прекрасна, когда они приходят сюда, рожаем их. А потом они убеждаются, что вовсе не так. Вот я пытаюсь изменить мир, воспитывая, обучая, давая возможности. Вот можно так сделать, можно так сделать. Чтобы было интересно, чтобы ни от кого не зависеть, никого не ждать, брать в руки и делать. Свободу действий и творчество можно заметить и в школьном убранстве. Стены классов разрисованы, где-то можно увидеть мозаику. А вот еще один интересный проект юных художников – «Дерево потеряшек». Наталья Георгиевна учит своих подопечных жить. И делает это при помощи красок и кисточек. Рисовать могут все, отмечает педагог. Да, есть шкала определенной оценки, но главное – уметь выражать свои чувства. А через что и как – это уже дело автора. Педагог признается – я не учу рисовать, я учу видеть мир в ярких красках. У меня был такой опыт, я работала в детском саду с малышами 3-4 лет, группа такая. И именно педагогом по рисованию. И я говорила, у них у каждого цветные карандашики на столиках, маленьких. И я им говорю, ребятишки, сегодня такой день замечательный. Перед вами карандашики разноцветные. Возьмите самый красивый карандашик, самый замечательный. И нарисуйте свою маму. По рисункам очень четко сразу видно, какие эмоциональные отношения, состояния в семье. Каждый цвет имеет свое значение и обозначает состояние души ребенка. Так желтый символизирует положительные эмоции и любознательность. Голубой – это внимание и доброжелательность, а серый – цвет замкнутости. По словам психологов, подобные выводы на основании одного рисунка делать нельзя. Нужны наблюдения в течение нескольких месяцев. За четыре года Дима Васильев научился многим секретам мастерства. В будущем хочет стать архитектором. Для меня самым ярким является распределение свет, тень, полутень на плоскости. Вот именно от Натальи Георгины я запомнил этот момент очень четко. Четко представляю, что это такое, как это можно реализовать, применять в картинах и тому подобное. Наталья Елькина всю себя посвятила воспитанию учеников. Поэтому рисованием занимается в перерывах между уроками или во время обеда. Ее работы, чаще всего это портреты, завораживают. Ее персональные выставки не раз становились предметом обсуждений среди жителей и гостей Юшкаралы. Для Натальи они – возможность для встреч с друзьями и знакомыми.